Спасибо за представление, доброе утро. Вы знаете, для меня сегодняшняя лекция что-то очень новое, потому что у меня есть некий опыт чтения лекций в американских университетах. Я два раза был visiting professor, видите, я перескакиваю на английский язык, приглашенным профессором в Жоржтаунском университете и никогда не читал в Америке лекции на русском. И, на мой взгляд, это очень любопытное событие. Это говорит о качестве программы, которая здесь у вас есть в Медлборе, потому что, конечно, в Москве приезжают американские профессора, но никто не читает на русском, все читают на английском, и все студенты понимают. Поэтому, мне кажется, вот такое событие, как сегодня, это шаг в правильном направлении. Ну, я выбрал тему лекции экономика и внешняя политика. Конечно, эти две вещи связаны друг с другом, но во многом они, как бы, и отличаются друг от друга. Ну, в концепции внешней политики России сформулировано положение о том, что задача внешней политики обеспечивать безопасность и максимально благоприятные условия развития страны. Как вы хорошо понимаете, такие концептуальные общие документы, они полны благих пожеланий. Это свойство любого концептуального документа, и будь то американский или китайский. Но все-таки вот эти две вещи – безопасность и самое благоприятное развитие страны. Здесь ничего не говорится о неком стремлении экспортировать какие-то свои ценности в мир. И, на мой взгляд, это такая достаточно аккуратная формулировка. Ну, если говорить о нашей экономике, то сегодня, вот, 15-16 год, она, конечно, находится не в очень хорошем состоянии. Экономика переживает очередной спад. Я извиняюсь перед теми, кто был на моей первой лекции, потому что какие-то вещи я буду повторять неизбежно. Значит, вот на этом графике вы видите синим цветом – это динамика экономики России, красным – это мировая экономическая динамика. Здесь очевидно, что начиная с 99-го года по конец 2008-го года российская экономика развивалась темпами, существенно-существенно превышающими темпы роста мировой экономики. А в период 99-го и 2008-го года среднегодовые темпы роста были 7,7%. Это, конечно, для такой среднеразвитой экономики, для экономики европейского типа исключительно высокие темпы. И некоторые обозреватели даже называли вот этот период периодом русского экономического чуда. Значит, как мы говорим, новая Россия, то есть Россия после 91-го года, после развала СССР, после избавления от коммунизма переживает уже третий экономический кризис. Природа первых двух – 98-го, 99-го и 2008-го, 2009-го была отлично от того, что мы переживаем сегодня. Потому что эти кризисы, как мы говорим по-русски, были наведенные, они были связаны с азиатским кризисом 97-го года, кризис 98-го года. И второй кризис – это был общемировой кризис, который возник в Соединенных Штатах в связи с этими событиями на рынке недвижимости. И оба эти кризиса носили отчетливо видимый V-образный характер, то есть резкое падение в первый год кризиса и такое же быстрое восстановление на следующий год. Текущий кризис, он будет другой, у него другая природа, другая форма. Я думаю, что этот кризис будет U-образным. Здесь на графике вы видите, что это тоже падение носит V-образный характер, но это связано с тем, что после 2014 года я поставил там не годы, а пятилетия. И поэтому она графически выглядит так. Но на самом деле это будет либо U-образная, либо в худшем случае L-образная кривая. С чем связано это событие и как это будет влиять на позиционирование России в мире? Значит, по оценкам нашего Министерства финансов, есть такой пессимистический вариант, что 10 лет, 10 предстоящих лет наши темпы роста будут ниже среднемировых. И, конечно, это такая достаточно печальная констатация. И как это повлияет на место России в мире? Ну, если в предкризисном 2014 году мы были шестой экономикой мира, если считать по паритетам покупательной способности, и десятой по текущему обменному курсу. Вот при сохранении такой вялой экономической динамики, к 2030 году Россия может опуститься по паритету на седьмое место позади Бразилии, и на пятнадцатое по текущему обменному курсу сразу после Мексики. А когда я говорю это в Москве, люди не очень мной довольны, потому что ни та, ни другая страна не может являться, что называется, ролевой моделью, role model. Но это реальность, которой приходится считаться. Я считаю, что по общему развитию, институциональному развитию экономики, структурному Мексика и Бразилия, это сегодня те реальные конкуренты, которые соперничают с Россией не только по формальной статистике, но и с точки зрения реальной структуры и институциональной структуры экономики. А в чем проблема вот этого текущего кризиса? В 2014-2015 году завершился так называемый ресурсный цикл, и мировая экономика вступила в период низких цен на сырье. Поэтому, как вы понимаете, наша экономика, которая сильно завязана на глобальной рынке сырья, она испытывает своеобразную ломку, как мы говорим, после полутора десятилетий так называемой голландской болезни. Я думаю, что не надо объяснять, что такое голландская болезнь. Во-вторых, исчерпана предыдущая модель роста, которая была связана с постоянным увеличением экспортных цен на углеводороды. Когда вот эта динамика прекратилась, мы, конечно, испытали большие негативные шоки. Ну и на третье место по значению я бы, конечно, поставил санкции, хотя я позже об этом скажу, санкции принесли не только негативные вещи, связанные прежде всего с невозможностью таких достаточно легких и дешевых заимствований на западных фондовых рынках, но и ряд позитивных и позитивных элементов. Конечно, вот эти высокие темпы роста 7,7% на достаточно длительном периоде времени, они связаны с конъюнктурой мировых рынков. Можно сказать, что конъюнктура рынков сырой нефти и газа, она надувала паруса российской экономики. Но если говорить о курсе рубля, то вот эффективный курс рубля, скажем, в предкризисном 2013 году, он превышал расчетный инфляционный примерно на 35%. То есть и российские компании, и российские домашние хозяйства получали так называемые windfall profits. Опять на английский перешел. И, конечно, это была не очень нормальная ситуация, и производительность труда, ее динамика сильно отставала от такого темпа экономического роста. Тем не менее, ряд секторов экономики, такие, скажем, как металлургия, пищевая промышленность, химия, мобильная связь, банки, они за эти годы смогли провести значительную модернизацию своих активов. И у домашних хозяйств тоже сформировалась такая своеобразная подушка безопасности, поскольку, скажем, за 15 лет почти на четверть или даже чуть больше выросла, скажем, средняя жилищная площадь на человека в России. В домашних хозяйствах сегодня сформирован запас новейших товаров длительного пользования. Сегодня примерно 300 миллиардов или чуть больше находятся на банковских депозитах, и, возможно, столько же, по оценкам нашего Центрального банка, хранится в наличной форме. Сегодня нет никакой банковской паники, как это было в период двух предыдущих кризисов. И, конечно, и компании, и домашнее хозяйство накопили некоторый опыт такого антикризисного поведения, антикризисных стратегий. Скажем, домашнее хозяйство сменили потребительскую модель поведения, когда брали много кредитов, на накопительную, ну или попросту говоря, создают запасы на черный день. Вот смотрите, в январе этого года депозиты физических лиц в финансово-кредитных учреждениях по отношению к январю предыдущего года выросли на 27%. То есть люди стали больше сберегать, меньше тратить, и существенно сократилась задолженность по кредитам. Но если говорить о сальдо внешнеторгового баланса, оно осталось, в общем, примерно прежним. Неплохими остаются и золотовалютные резервы, примерно в районе 400 миллиардов долларов. Конечно, падение доходов домашних хозяйств, оно оказалось резким, сильным, и оно вернуло нас к уровням доходов, скажем, 5-6 года. Значит, ну, какое будущее, о чем сегодня идет, как бы, дискуссия у нас. Значит, конечно, такой умеренный экономический рост на уровне, скажем, 1,5%, 1,7% в год, такой рост, характерный для стран Европейского Союза, возможен, если поддержать сегодня спрос через пенсионеров, через тех, кого мы называем бюджетники, то есть занятые в государственном секторе. Но очевидно, что для России такие темпы роста ниже мировых, они недостаточны, потому что существует огромный отложенный спрос на здравоохранение, на образование. Экономика предъявляет большой спрос на инфраструктуру, на модернизацию многих отраслей, которые еще по-прежнему далеки от так называемого технологического фронтира. То есть российская экономика имеет гораздо больший потенциал роста, чем развитые экономики Западной Европы. С чем связаны возможности преодоления этого экономического спада? Какие сегодня видны события, которые вселяют некий умеренный оптимизм? Во-первых, экономика адаптируется к новым ценовым пропорциям. Курс рубля в 2015 году упал примерно в два раза по сравнению с 2013 годом. Я вам говорил, что он был на 35% завышен, но падение оказалось еще глубже, что добавило, конечно, конкуренции внутреннему производству. Появилось заметное количество незагруженных мощностей, но при сохранении рабочей силы. То есть рабочая сила сегодня на проблемных предприятиях находится в состоянии неполной занятости. Существенно выросли балансы компаний, потому что они перестали вот так с легкостью перефинансироваться в западных финансовых учреждениях, и поэтому они стали вести себя более осмотрительно, поэтому формально их балансы сегодня гораздо лучше, с гораздо меньшей задолженностью. Я говорил о том, что импортозамещение начало работать, и вот сельское хозяйство в прошлом году продемонстрировало рост 3%. Еще одна отрасль – это химическая промышленность. Она в прошлом году выросла на 6% в силу того, что в этой отрасли сложился достаточно конкурентный климат и была относительно благоприятная конъюнктура мировых рынков. Конечно, критическое препятствие на пути к возобновлению экономического роста – это отсутствие инвестиций. И такой примитивный, элементарный инвестиционный анализ, он опирается на отношение доходности к рискам. Доходность относительно велика, но риски гораздо больше. И некоторые наши экономисты, ссылаясь, скажем, на низкие ставки по кредитам в Японии, в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах, призывают понизить ставки кредитования и в России. Но у нас есть очень много таких регулятивных тромбов, которые повышают вот эту вот неопределенность и рискованность инвестиций. Но я назову некоторые из них. У нас сохраняются длительные процедуры землеотвода под новое строительство. Для того, чтобы начать строительство нового предприятия, вы должны примерно 8 месяцев в год ходить по различным инстанциям. У нас длительный период подключения к энергетическим сетям, сложное и запутанное оформление экспортных операций, запутанные процедуры возврата налога на добавленную стоимость в случае экспорта, сохраняется рейдерство, существует дискриминационный доступ к логистической инфраструктуре. То есть вот эти хронические регулятивные тромбы, они, конечно, повышают риски инвестирования в России и не позволяют, они тормозят вот этот рост инвестиций. Кроме того, идет постоянное наращивание регулятивных и налоговых издержек бизнеса. Я вам приведу такой пример, что за первое полугодие 2000 года было выпущено 1717 нормативных актов федерального уровня, что очень много. Но за первое полугодие прошлого года уже примерно 5169 актов. То есть получается 28 новых федеральных регулятивных актов в день, считая выходных. Представляете, что это за поток? И вот, скажем, небольшая область, где-то далеко от Москвы, там вице-губернаторы. Вот на него валится этот ливень регулятивных нормативных указаний из Москвы. Конечно, трудно с этим справляться. То же самое и в средней компании. Конечно, крупные компании, они нанимают десятки юристов, и эти юристы каким-то образом с этим делом справляются. Но это просто один пример вот того тяжелого инвестиционного климата, который сегодня сложился в России. Ну, если говорить об оптимистическом сценарии, то, конечно, вот при том курсе рубля, а он сегодня низкий, если будет каким-то образом повышена скорость государственных услуг и повышено качество государственных услуг, сокращено вот этот поток регулятивных всяких документов, то я полагаю, что реально надеяться на то, что наш рост может быть 3-4% в год. Конечно, он у нас не может быть выше, чем в Китае, но такой рост, на мой взгляд, возможен. Несколько слов о той экономической дискуссии, которая временами переходит просто в жесткую полемику, которая сегодня ведется в России. К сожалению, она не блещет, в общем, ни новизной, ни оригинальностью. Я бы сказал, что уже вот последние 20 лет она вращается вокруг двух простых идей. Либо, значит, укрепление рыночных институтов, рыночных инструментов, структурные реформы, использование конкуренции как драйвера роста, проведение ответственной кредитно-денежной политики, которая минимизирует инфляцию. Это одна точка зрения. Другая точка зрения – это кредитная экспансия, направленная на централизованно выбранные приоритеты. И сторонники этого подхода утверждают, что инфляция меньшее зло по сравнению с экономическим ростом. А такое вот государственное целеполагание, государственное планирование – это оптимальный путь ускорения экономического роста. Ну вот видите, вот вокруг я так упрощаю дискуссию, но примерно вот два лагеря сегодня существуют среди профессиональных экономистов России. Ну, сторонники вот этих высоких темпов роста любой ценой, они предлагают различные комбинации кредитной экспансии, так называемые инвестиционные деньги, когда предприятия будут получать кредиты, которые как бы имеют некую окрашенность, что они могут расходоваться исключительно на инвестиции. Значит, ну, ведутся разговоры о том, что, возможно, некие искусственные схемы финансового инжиниринга, которые позволят профинансировать, скажем, таргетированный только малый бизнес и так далее. При этом часто ссылаются на опыт Федеральной резервной системы США или Европейского центрального банка, которые практиковали количественное смягчение, не вызвавшее инфляционной волны, то есть то, что называется «quantity tariff easering». Но вот те люди, которые придерживаются этой точки зрения, они не понимают, что мы не можем имитировать ни доллары, ни евро, потому что обе эти валюты имеют практически неограниченный глобальный спрос и являются привлекательным финансовым активом. Если печатать рубли, то кроме инфляции это, в общем, ничего, ни к чему не приведет. Конечно, можно обсуждать превышение, скажем, ключевой ставки Центробанка на текущую инфляцию. Сегодня потребительская инфляция у нас где-то на уровне 7%, а ставка Центробанка – 11%. Она завышена, но это опасение Центробанка, Центробанк, вот как бы таргет, его цель – это борьба с инфляцией. Можно подумать об увеличении государственного долга. У нас сегодня государственный долг на уровне 17% ВВП. Если вы слышали о мастерских критериях, это критерии для Европейского Союза, они считают допустимым государственный долг до 60% ВВП. Значит, у нас тут есть большой еще запас. Но вот печатать деньги я, в общем, категорически против такого подхода. Знаете, я, наверное, пропущу несколько пассажей и буду уже приближаться к теме внешней политики. В общем, в чем такая трудность проведения вот этой жесткой кредитно-денежной политики, которая у нас проводится, в общем, несмотря ни на что, в последние годы? Ее трудность заключается в том, что она приносит, в общем, концентрированные потери, прямые потери инсайдерам и не всегда видна на поверхности, потому что выигрыш от нее распределенный, он распределен на все общество, и он не всегда чувствительный. Но инсайдеры, которые несут ущерба от этой жесткой кредитно-денежной политики, конечно, они жестко и активно борются именно вот с таким подходом к денежной и кредитной политике. Ну, вот то, о чем я вам рассказывал, оно, в общем, понимается в Москве, и идея того, что нужно найти какую-то новую модель экономического развития, она присутствует и в Кремле, и в обществе. И вот Путин 16 мая 2016 года создал такую рабочую группу под руководством бывшего вице-премьера Алексея Кудрина, которая сейчас занимается вот этой сложной проблемой, разработкой новых подходов к экономическому развитию. Причем деньги у этой группы государственных очень немного, бизнес активно помогает и финансирует эту группу, и ваш покорный слуга в ней активно работает и отвечает за весь блок, связанный с внешними-внешними проблемами. Но, конечно, и вот те силы, которые ориентированы на такую кредитную экспансию, они тоже не спят, у них есть своя программа, они даже создали свою партию, которая называлась «Партия роста», ее возглавлял некий господин Титов. Эта партия, к счастью, с треском провалилась на выборах, они набрали меньше 1%, но, тем не менее, вот эта полемика сохраняется, и, поверьте, что она достаточно-достаточно жесткая. Значит, ну, о санкциях и о внешней торговле. Вот, несмотря на санкции, все-таки Европейский Союз остается нашим ведущим торговым партнером. Это 48% российского экспорта и 38% импорта в прошлом году, то есть в 2015 году. И, конечно, вот такая вялая динамика экономического роста в Европе, она влияет и на нас. В последнее время Международный валютный фонд снизил прогноз на 2016 год для Европейского Союза за 1,7% до 1,5%, и это, конечно, для нас, в общем, не очень хорошая новость. Ну, если говорить о сотрудничестве, несколько слов о сотрудничестве с Китаем. Значит, был период, когда некоторые наши чиновники и эксперты сильно опасались китайской экспансии, особенно на Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Этого не произошло. Сегодня, скорее, многие дальневосточники стремятся открыть бизнес либо купить недвижимость в Китае. И сегодня другая такая, другой фетиш о том, что Китай нам поможет. Ну, вот сухая статистика говорит о другом. Если в 2015 году прямые иностранные инвестиции Китая составили 39 миллиардов долларов, нам из них досталось только 1,5%, а 26% этих прямых китайских инвестиций пошли в Соединенные Штаты. И вот этот холодный душ для наших любителей Китая и китайской модели, он говорит о том, что и шанхайские банкиры, и лондонские банкиры, и нью-йоркские банкиры, они примерно пользуются одними финансовыми моделями, когда они рассчитывают свои вложения. Ну, я на этом закончу с экономикой. Если будут вопросы, я с радостью на них отвечу. Я перейду теперь к внешней политике. Ну, в общем, здесь, на мой взгляд, в 2007 году произошел такой переход от пассивной внешней политики к проактивной политике. И формальным таким, как бы, рубиконом вот этого перехода я бы назвал речь Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, Мюнхенской конференции по безопасности. Основной месседж этой речи заключался в том, что Россия вернулась, как говорится, России из бэк и в европейской, и в мировой политике. И пресса реагировала на эту речь очень плохо. Она не, как бы, пыталась уловить главный контент этой речи. Обращали внимание на некие жесткие формулировки. Но, в общем, этот месседж Путина не был услышан. После этого произошли трагические события в Грузии 2008 год и трагические события в Украине. Остановлюсь подробнее на Украине. Но здесь, как такой дисклеймер, я должен сделать, что некоторые мои оценки будут политически некорректны с точки зрения среднеамериканского обывателя. Поэтому я прошу меня заранее извинить. Первое наблюдение, что свобода на Украину пришла не с Запада, а с Востока. Это, на мой взгляд, медицинский факт. В дождливую августовскую ночь далекого 1991 года, когда москвичи стояли кольцом вокруг своего белого дома и сопротивлялись попытке коммунистического реванша, когда был слышен рев танковых двигателей, когда люди Ельцина объявляли в мегафонах о том, что женщины должны уйти, а мужчины должны стараться не пропускать внутрь оцепления людей в спортивных костюмах и с огромными спортивными сумками, в которых вы можете представить, что должно было содержаться. Все мы очень ждали сообщений из других городов. Мы были очень обрадованы полной поддержкой Ленинграда. И мы получали удивительные новости из Киева. Ни два, ни полтора. В общем, киевская элита выжидала. Она выжидала исхода вот этого жесткого движения против путча в Москве. Потом произошел рост у Советского Союза. Никто, в общем, украинцам не мешал заниматься реформами. Россия отправляла в эту очень близкую нам страну углеводородов в течение 1992-2004 года практически по внутренним ценам, плюс транспортные издержки. Полагаю, что это, в общем, достаточное содействие, которое способно сохранить те исключительные отношения, которые веками были между двумя этими народами. По самым скромным нашим оценкам, мы субсидировали эту страну примерно на 38-39 миллиардов долларов вот за эти 12 лет. И любопытно, что все эксперты предсказывали Украине более успешное развитие, чем России, и сразу после развала Советского Союза. Говорили о высоком промышленном потенциале, о образованной рабочей силе, о плодородной земле, о портах на Черном море и так далее. Но реальность оказалась другой. В общем, Украина – это единственная постсоветская страна. ВВП на душу населения, которое в 2013 году оказался ниже, чем в 1990 году. Вдумайтесь в эту фразу. Единственная на постсоветском пространстве страна. Более того, по этому показателю, в 1990 году Украина была чуть-чуть выше Польши по ВВП на душу населения. Сегодня польский ВВП в три раза превышает ВВП на душу населения в Украине. Что за катастрофа случилась в этой стране, начиная с 1992 года и вот до этого мандала? На мой взгляд, это тотальная коррупция. Это всевластие 10-12 олигархических группировок, которые полностью слились с властью. Одновременно с этим, на таком языке дипломатической переписки, это назывался несанкционированный отбор газа из тех трубопроводов, которые слились через Украину и которые поставляли в страны Европейского Союза. Попросту говоря, это было воровство. Этот газ незаконно забирали и продавали по мировым ценам в Европу. Причем мой институт и я, мы много раз говорили о том, что надо перенести точку сдачи этого газа с границы Украины и Словакии, то есть бывшей советской границы, на границу России и Украины и предоставить европейцам дальше разбираться с Украинцами. Этого не было сделано. Я думаю, что какие-то были особые интересы и у чиновников Газпрома, которые не хотели это делать. Значит, ну, первый Майдан, оппозиция. Мы перестали поставлять в Украину дешевые углеводороды, но и тогда суть режима не изменилась. Просто ряд вот этих олигархических группировок, они поменялись местами. Та же история продолжалась и с приходом Януковича на смену вот предыдущему президенту Ющенко. И, конечно, население, страна, народ были сильно измучены вот этой ситуацией, потому что качество жизни, доходы падали. Скажем, 4 миллиона украинцев постоянно работали в России, потому что зарплаты в России были выше. И, в общем, ощущалось, что терпение народа подходит к концу. И тут Янукович, значит, начал разыгрывать во всю эту карту ассоциации с Европейским Союзом. Он был более частым и более желанным гостем в Европе, чем в Москве. И, в общем, конечно, население ждало этого события, потому что ассоциации с Европейским Союзом связывались надежды прежде всего на обуздание вот этой тотальной коррупции, тотального развала всех систем образования, здравоохранения, судебной системы и так далее. И тут в Москве начались ошибки, потому что в Москве сконцентрировались исключительно на сильном националистическом фоне, который способствовал этому движению. И главная ошибка, с моей точки зрения, заключалась в том, что Украина была поставлена перед выбором или-или. Или Европейский Союз, или СНГ, или Евразийский Экономический Союз. И вот это была большая ошибка. И моя позиция, позиция нашего института заключалась в том, что необходимо и и членство и там, и здесь, и такие исторические примеры есть. Но она была услышана, на мой взгляд, слишком поздно, когда в Кремле об этом поняли, что игры очень опасные. Путин отправил министра экономики в Брюссель. Он встретился с Борозовым и предложил ему начать переговоры о тех вещах, которые нас беспокоили. Это, скажем, тарифы, это технические стандарты, это фитосанитарные нормы. Я вам могу сказать, что три недели плотных переговоров могли бы разрешить все эти озабоченности. Но Борозов сказал, нет. Дата подписания, дата присоединения назначена, и наш министр экономики вернулся ни с чем. Дальше вы примерно знаете, что произошло. Еще один Майдан. Олигархи в очередной раз перегруппировались. Сегодня несут потери олигархические группировки, скажем, Янукович и Рената Ахметова, но некоторые другие олигархические группировки, они захватывают активы этих людей, которые потерпели в результате вот этого переворота в Киеве. Скажем, группировка Коломойского, Фирташа, она сегодня на подъеме. На Западе, на мой взгляд, неправильно прочитали вот эти драматические события в Киеве. Их поставили в ряд с антикоммунистическими революциями конца 80-х, начало 90-х годов. Но когда я беседую с своими западными коллегами, я говорю, когда они мне рассказывают вот эту свою интерпретацию, я говорю, ну назовите мне тогда таких людей такого класса, как, скажем, Лех Валенца, Адам Михник, Вацлав Гавил, Академик Сахаров. Ваш шоколадный король не тянет на уровень вот этих людей, героев политических, мыслителей, политических лидеров. Тишина в ответ. Дальше я хочу сказать, что развал империи – это всегда болезненная вещь. Будь то Британская империя, Австро-Венгерская, Османская империя. И мы думали, что развал СССР происходит мирно. И долгое время так и было, исключая тяжелые гражданские войны в Таджикистане, когда удалось противостоять там исламистам. Вот, скажем, раздел Османской империи после поражения в Первой мировой войне. Он привел к созданию современного арабского мира и Турецкой республики. В 1916 году было заключено тайное соглашение между Францией и Британией, которое поделило Ближний Восток. Это соглашение получило название «Линии Сайкса-Пико» по имени тогдашних министров иностранных дел этих двух стран. Франция тогда получила мандаты на Сирию и Ливию, а Великобритания на Месопотамию или современный Ирак, и на Палестину. И вот Генри Киссинджер, который, в общем, много занимался челночной дипломатией на Ближнем Востоке, он говорил о том, что вот сегодняшние проблемы, они в гораздо большей степени связаны с этими границами Сайкса-Пико, которые проводились наспех, которые проводились кулуарно, без учета этнической, религиозной, культурных особенностей. И вот эти нарезанные по линейке границы, они сегодня являются одной из проблем Ближнего Востока, и эта тема стала уже таким нарративом всех исследований на эту тему. Но когда я это причитал, мне пришло в голову о границе Сталина-Хрущева. Они же проводились таким же образом, в угоду краткосрочной политической конъюнктуре, и сегодня эти границы приводят к всем конфликтам на территории бывшего Советского Союза. Ну вот вы все, наверное, знаете о Карабахском конфликте. Но все же очень просто. Когда большевики захватили власть в Баку, в Ереване, в Армении оставались еще националисты. И они для того, чтобы подорвать как бы националистов в Ереване и удовлетворить элиту Азербайджана, они просто подарили кусок Армении Азербайджан. Вся история Карабахского конфликта. То же самое можно сказать про Донбасс и про Крым. Крым Хрущев подарил в 1993 году, 19 февраля 1953 года. Он это сделал для того, чтобы привлечь на свою сторону секретарей обкомов Украины в предстоящей борьбе со сталинистами. Кроме того, он хотел, чтобы вот украинская элита простила ему грехи, связанные с массовыми репрессиями, когда он был первым секретарем Украины. Вот, собственно, суть этого произвольного деления на территории Советского Союза. Несколько слов о Сирии. Ну, вы знаете об арабской весне. Я считаю, что здесь, если мы сделали ошибку, недооценив вот эти чаяния украинцев к нормализации своей жизни, то в арабской весне был недооценен исламистский фактор, а он там, безусловно, присутствовал. И, ну, при начале, скажем, этой арабской весны, в общем, многие на Западе ликовали. И казалось, что вот этот план, который назывался Wider Middle East, который был выдвинут кандализы Райс в 2001 году, начал реализовываться. Суть этого плана заключалась в том, что после триумфа демократии в Восточной Европе пора браться за арабов. То есть надо свергнуть двух-трех диктаторов, поддержать демократию еще в трех-четырех странах, и в этом регионе наступит новый чудный мир. И практическое воплощение вот этой концепции Большой Ближний Восток в Адрам-Меделлисте началось в 2003 году в Ираке. И, конечно, Хусейн был диктатором, конечно, его справедливо обвиняли в гибели курдов, 35 тысяч зафиксировано погибших. Но вот по данным Human Rights Watch за 2003-2013 год в Ираке погибло 350 тысяч человек. То есть в 10 раз больше, чем погибло при Саддане. Сколько погибло после 2013 года, когда ИГИЛ захватил огромные территории, и когда костяк армии вот этого исламского государства составляли офицеры-сунниты Хусейна, которые были выкинуты из жизни, и к власти были приведены шииты, эти цифры еще пока никто не сосчитал. Про Ливию. Нам рассказывали, что Бенгазия – это оплот прав человека и свободы, что надо поддержать этих замечательных демократов в Бенгазии с воздуха, они придут в Триполи, они убьют диктатора, и опять наступит счастье. Значит, сразу после победы эти демократы убили, как вы знаете, американского посла в Бенгазии, они взорвали французское посольство в Триполи, и наступил в этой стране кровавый хаос, который открыл возможность миллионам беженцев бежать в Европу. Каддафи худо-бедно, он сдерживал этот поток. И сегодня, когда мы видели по телевизору вот эти десятки тысяч утонувших в Средиземном море, когда мы видим мертвые детские тела на пляжах Средиземного моря, кто виноват в этом? Ответа нет. Все говорят сегодня только об Алеппо, о бомбардировках в Алеппо. Кто говорит об этих несчастных? И на мой взгляд, здесь без Фрейда не разобраться. Потому что Фрейд открыл закон проекции, это закон психологической защиты. Его суть в присвоении оппоненту своих поступков и своих свойств. На мой взгляд, это то, что сегодня происходит в Соединенных Штатах по поводу Алеппо. В свое время Ричард Хасс, может быть, вы знаете, это такой достаточно известный политолог, который возглавляет канцелы Foreign Relations, он порекомендовал мне почитать Алана Купермана, профессора Техасского университета. И я нашел его работу, и, в общем, это удивительный специалист, который день за днем следит за событиями вот на севере Африки, прежде всего в Ливии и в Сирии. И вот он доказал, что количество жертв авиации Каддафи в Бенгазе было завышено мировыми СМИ в 10 раз. Вместо 2300 жертв было всего 200 погибших. Он привел факты о том, что сирийская оппозиция взялась за оружие, исключительно воодушевленная успехами ливийская оппозиция. Успехами, конечно, в кавычках. И здесь я сделаю еще одно такое философское отступление. Я вам порекомендую, поскольку все вы владеете русским языком, почитать повесть братьев Стругацких, которая называется «Как трудно быть богом». Это наши известные фантасты. Это блестящая повесть. Она короткая. Суть ее в том, что в конце 22 века астронавты с Земли и с некого института прикладной истории прибывают на планету, которая прибывает в мрачном средневековье. Они начинают помогать диссидентам, они помогают философам, они пытаются обучить заблудших, они устраивают некие закрытые семинары, курсы. Они, в конце концов, приносят какие-то свои вакцины, которые блокируют характерные для средневековья массовые болезни. Но в итоге они в ужасе покидают эту планету, потому что их усилия имеют обратную реакцию. Они вызывают приход к власти еще более кровожадных и непримиримых клерикалов. Вот о чем эта история. И, на мой взгляд, это очень важно для современного мира истины, поиск, который говорит о том, что невозможно ускорять ход истории. Нельзя силой прививать чуждой большинству ценностей. И мы сегодня об этом с вами уже поговорили. Еще одно личное ощущение. Вот весной 2015 года мне позвонил Михаил Петровский. Это директор Эрмитажа. Если кто был в Питере, знает, что это такое. Он член нашей Академии наук, он известный историк, медиевист, археолог. И поскольку я, ну как бы, занимаюсь международными вещами, он говорит, я хочу с тобой посоветоваться. Я говорю, что случилось? Понимаешь, мне позвонил мой друг, которого я знаю 30 лет. Он хранитель музеев в городе Пальмира и археолог, который всю жизнь посвятил этому городу. И он мне позвонил по спутнику его телефона и сказал, что ну, по его информации, к Пальмире движутся войска вот этого исламского государства. Они движутся по пустыне, там одна дорога. И, наверное, часов через 30 они уже будут здесь. Ну, Петровский говорит, я ему в ужасе посоветовал немедленно бежать в Дамаск, еще лучше в Каир, где жили его дочери. Он сказал, нет, это Пальмира моя жизнь, я останусь здесь, будь что будет. И Петровский спрашивал моего совета. Ну, что я мог ему посоветовать? Я посоветовал ему дозвониться до руководителя администрации президента России, Chief of the Staff, и найти какого-нибудь авторитетного немецкого ученого, который мог бы приехать в Штутгарт, посетить африканское командование вооруженных сил Соединенных Штатов, потому что ВВС в Соединенных Штатах тогда работали в Сирии, и рассказать об этой истории. Ну, конечно, наша администрация ничего сделать не могла, потому что наших ВВС там не было, а в африканском командовании этого секретаря Ассоциации археологов Германии приняли, его внимательно выслушали, открыли спутниковую картинку, увидели действительно движение этих самых бандитов и сказали, что мы подумаем, мы вам сообщим. Через пять часов мы позвонили, сказали, вы знаете, мы ничего делать не будем, мы не можем ослаблять антиосадовские силы. Исламское государство пришло в Пальмиру, месяц пытало этого пожилого 79-летнего человека, потому что они надеялись, что он знает, где закопано золото. Все золото, конечно, было уже вывезено в Дамаск. И потом они его убили, и его тело повесили на сюда. Вот короткая история, так сказать, из моего собственного личного опыта. Мы посчитали количество вылетов боевой авиации из Соединенных Штатов с 13-го года до прихода туда воздушно-космических сил России. Оказалось, это восемь вылетов в день. Половина вылетов из них с разбрасыванием листовок. То есть, на мой взгляд, реальной борьбы с исламским государством, к сожалению, коалиция международная не вела. Теперь о том, что мы делаем в Сирии. Я считаю, что мы преследуем там две цели. Первая – не дать захватить Дамаск, потому что Дамаск был под угрозой падения. И, конечно, это была бы чрезвычайно важная психологическая победа исламистов. И эта победа, если бы она произошла, она воодушевила бы их сторонников, вызвала бы волну поддержки во всем мире. От Дагестана до Индонезии, от Судана и Каира до пригородов Парижа и Брюсселя. Потому что Дамаск – это символ Ближнего Востока, это столица Ближнего Востока. Эта задача была выполнена. А вторая цель – предложить другую модель разрешения кризиса. Не через уничтожение диктатора, но одновременно уничтожение государства. И, так сказать, дальше кровавый хаос, как это мы сегодня видим в Ираке, в Ливии и в Йемене. А путем мирного ухода диктатора, через перемирия, через переговоры, может быть, через территориальное разделение страны. И эта часть, конечно, не реализована. И она не реализована, на мой взгляд, благодаря весьма сложным переплетениям интересов Турции, Саудовской, Аравии, Катара. И Соединенные Штаты не могут, не справляются с выстраиванием организации этих интересов. То есть, я думаю, что Москва сильно переоценила заинтересованность администрации Обамы в чем-то ином, кроме устранения Ассада. Моя точка зрения вообще заключается в том, что людей с оружием, исламистов, очень трудно делить на умеренных и радикалов. Понимаете, мы это все приходили. Например, в Афганистане, мирные филахи, которые сотрудничали днем с правительством в Кабуле. По ночам они доставали оружие и атаковали наши конвои в Афганистане. Та же история повторялась во время Чеченской войны. Нам, особенно европейцы, рассказывали, что вы не разделяете вот так называемых Freedom Fighters и бандитов. Ну, понимаете, они воевали все за свободу, и те, и другие, но они воевали за свободу от Российского уголовного кодекса. Это суровая правда и суровая реальность. Поэтому, на мой взгляд, террористы меняют знамена с легкостью, непонятной для нашего европейского менталитета. Мне уже пора кончать. В заключении я несколько вещей хотел сказать. Ну, вот на первой релекции я говорил о полицентричном мире. И мы с ним в этом мире с вами все сегодня оказались. Он неизвестен, он плохо предсказуем, и он опасен. И в этом мире на авансцену истории из 500-летней тени вернулись другие цивилизации. Это и Китай, и Индия, и это политический ислам. У них другие, абсолютно нехристианские ценности. Поэтому сегодня, увы, надо не навязывать общие ценности, а искать баланс интересов. В этом, на мой взгляд, ключ к политике, внешней политике ведущих держав в 21 веке. А вторая вещь, о которой я вам хотел сказать, это о том, что политика Соединенных Штатов на российском направлении полностью провалена. Об этом статья Тома Грэма и Мэтта Рожанского в последнем номере Foreign Affairs, которую я вам рекомендовал почитать. Если вы этого еще не сделаете, попробуйте. На мой взгляд, это, в общем, такая заметная статья, отличающаяся от остального фона. Сегодня доверие в Москве к Вашингтону ниже нулевой отметки. И я считаю, что нужно разговаривать, что нужно искать развязки, искать компромиссы. И это тот вызов, который стоит, на мой взгляд, перед вашим поколением. Я эти же слова говорю в Москве, поверьте. И еще я добавляю, когда я общаюсь со студентами в Москве. Я перефразирую Генри Киссинджера, который сказал, что демонизация России, демонизация Путина – это не политика, а ее отсутствие. И перефразируя Генри Киссинджера, я говорю своим студентам. Демонизация Соединенных Штатов – антиамериканизм. Это не политика, а ее отсутствие. А вот здесь я забыл показать этот слайд. Это то, что, на мой взгляд, за времена Путина было сделано во внешней политике России по отношению к Соединенным Штатам. Я думаю, что вы не будете спорить с реальностью тех вещей, которые я здесь привел. Спасибо. Мы знаем, что отношения стратегического партнерства между Китаем и Россией воплощаются по многим аспектам, включая стратегию шокового пути и ШОС, значит, Шанхайская организация сотрудничества. И российское отношение к ШОС тоже переживало большие изменения от сомнений до полной поддержки сейчас. А мой вопрос, как мы понимаем отношения между стратегией шокового пути и ШОС, и каким образом они могут быть полезны друг другу для российско-китайско-экономического развития. Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, в Москве рассматривают Шанхайскую организацию сотрудничества больше в ключе организации, которая должна заниматься вопросами безопасности. Значит, китайская позиция заключается в том, что она должна стать одновременно и экономической группировкой. Значит, у нас пока нет однозначного ответа на этот вопрос, но у нас исключительно позитивное отношение к вот этой китайской новой политике шелкового пути. Как вы знаете, господин Си Цзянпин впервые сформулировал эту идею в 2013 году в Алма-Ате, тогда было сказано несколько фраз. Сегодня эта стратегия наполняется каким-то более конкретным содержанием и, ну так, опять же, если говорить с высоты птичьего полета, то у нее есть большие перспективы. Ну вот смотрите, сегодня все говорят о том, что таким континентом бурного экономического развития будет Африка. Это на страницах газет и так далее, везде. Я считаю, что вот евразийский континент имеет, может быть, даже больший потенциал, потому что здесь очень много сырьевых ресурсов, здесь очень много рабочей силы, здесь практически нет инфраструктуры. И вот инфраструктура, она, на мой взгляд, может высвободить вот этот вот потенциал евразийского континента. Если говорить более детально, то нам, конечно, интересны так называемые вертикальные меридианные маршруты, которые бы связывали, скажем, южные страны, скажем, Иран, Среднюю Азию с северными регионами России. А в Китае больше заинтересованы в таких горизонтальных маршрутах, причем мы знаем о том, что в Пекине рассматривают и вариант обхода России и Украины с помощью этих маршрутов для выхода на западноевропейские рынки. Но это не мешает, это понятная как бы дивергенция интересов. Мы, вы знаете, что было принято решение о тесном сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и вот этой концепцией шелкового пути. И я надеюсь, что здесь есть некий потенциал, но меня удивляет такая относительная пассивность ведомств в Москве, которые мало что предлагают Китаем конкретного. Поэтому перспектива есть, но, на мой взгляд, нужно работать. Шангайская организация сотрудничества, с чего вы начали? Сегодня членами этой организации являются четыре ядерные державы. И вот я надеюсь на то, что членство в этой организации одновременно Индии и Пакистана может сыграть ту же роль, как членство одновременно Германии и Франции в Европейском союзе, что прекратило вот эту вековую вражду между этими государствами. Я надеюсь, что вот членство в Шанхайской организации сотрудничества – один из инструментов снижения остроты противоречия или примирения между Пакистаном и Индией. И с этой точки зрения Шанхайская организация сотрудничества еще не реализовало свой потенциал. Здравствуйте. Упс. Здравствуйте. Меня зовут Юлия Левченко. Программа по переводу устному письменному. Вы в последней части своей лекции упомянули нехристианские цели боевиков. Как понимание этих целей влияет на внешнюю политику России и что можно сделать по этому поводу? Спасибо. Юль, я боюсь, что вы меня неправильно поняли. Я говорил о том, что если, скажем, до конца XX века мы жили в мире, в котором доминировала христианская цивилизация, то сегодня на аванс-сцену мировой истории вышли другие цивилизации. И одна из них – это политический ислам, который принес с собой много проблем. И надо понимать, что такие европейские христиано-центричные модели неприменимы пока в этих обществах. Вот в этом моя мысль. Здравствуйте, меня зовут Матвей. Я бы хотел задать вопрос про это регуляционное время, о котором вы говорили. Я думаю, что мы здесь страдаем от той же болезни. Но первая часть вопроса – когда и откуда возникла эта проблема, это советское наследие или она возникла в пустсоветском времени или когда. И, конечно, вторая часть вопроса – как быть, как с этим проблемой, как с этой проблемой бороться? Можно просто сказать законодателям – руки прочь от кодекса или нужна какая-то более основная, более принципиальная реформа законодательства? Спасибо. Это очень хороший и очень болезненный вопрос. Понимаете, но, к сожалению, при оценке деятельности того или иного ведомства вводится KPI, как вы знаете. И вот этот KPI во многом связан с количеством новых инициатив. То есть, если министерство ничего как бы не делает, а спит, то в чем его KPI? К сожалению, вот такая извращенная, на мой взгляд, подход к оценке эффективности ведомств вызывает вот этот бурный поток. Кроме того, в нашем парламенте тоже, значит, хорошим считается тот депутат, который внесет как можно больше законодательных инициатив. И вот это желание улучшить одновременно все и одновременно все сразу контролировать, оно вызывает вот этот поток. Я вам опять приведу, я люблю такие примеры из личной жизни. Я являюсь членом совета директоров одной машиностроительной российской компании. И, значит, вот относительно недавно, два года тому назад, значит, правительство выпустило для всех компаний, для этой в том числе, показатель выпуска инновационной продукции. Значит, желание ускорить технологическое развитие, повысить долю инновационной продукции. Это несет за собой некие налоговые послабления. То есть это хорошо. Как это выглядит на практике? Вот, значит, мы собираемся на совете директоров, и вице-президент по технологиям рассказывает о том, что вот количество инновационной продукции в этом году стало на 2% больше, чем в прошлом. Я задаю вопрос, это новая продукция? Тишина. Я еще раз повторяю вопрос. Он говорит, ну, понимаете, это не совсем новая, это другая продукция. Я говорю, что значит другая? Это инновационная продукция. Я говорю, я не понимаю. Ну, понимаете, мы берем прибор с одного изделия и ставим на другое изделие. И это инновационная продукция. То есть формальное выполнение вот этих дурацких показателей, вот как это работает. Я говорю, если бы в Соединенных Штатах ваши конкуренты получали бы такие же нормативы, они бы загнулись через полгода. Понимаете, это формальная вещь, которая требует формального выполнения. Отчасти, может быть, это инерция госплана. Но это вот реальная жизнь. Здравствуйте, меня зовут Рори Росио. У меня вопрос. Ой, извините. Можно ли сказать, что санкции с обоих сторон России и Запада что-то принесли какой-либо положительный эффект или пользу экономике России или отечественного производства? Спасибо. Ну, вы знаете, вот как бы эти санкции для меня, как для экономиста, тоже открывают какие-то новые вещи. Потому что, ну, таким банальным постулатом экономической теории было, что такое плотное экономическое сотрудничество является основой хороших отношений межгосударств. и как бы мы всегда говорили о том, что объем торговли Соединенными Штатами не очень большой, где-то 28 миллиардов долларов, что это мало, поэтому отношения плохие. А вот торговля с Германией примерно на уровне 75 миллиардов долларов. Это хорошо, поэтому наше отношение с Германией великолепно. Значит, санкции отменили этот постулат. Несмотря на такой объем торговли, политические как бы разногласия привели к тому, что вот эта торговля сегодня с Германией, скажем, упала процентов на 35. Потому что любопытно, если посмотреть структуру внешней торговли, то доля США выросла. Потому что объем сократился, а доля США почти не изменилась. Экономенты об этом слышат, что у них волосы шевелятся. Это американцы нас заставили идти на эти санкции, а сами продолжают с вами торговать. Ну, это на таком как бы small talk, понимаете. Значит, основное воздействие санкций – это отсутствие возможности кредитоваться на западных фондовых рынках. Вот это основное ограничение, что принесли эти санкции. Значит, наши ответные санкции, которые запретили поставку продовольственной продукции из стран ЕС в Россию, ну, они тоже, они, понимаете, для населения они тяжелые. Потому что цены на продовольствие выросли. Потому что пошло импортозамещение. Но как ты это делаешь? Ты всегда делаешь за счет потребителя. Повышаешь цены, получаешь ресурсы, развиваешь производство. Вот. Значит, ну, скажем, у нас не было своей платежной системы. Платежная система есть во всех странах. В Китае, в Японии, в Германии, везде. У нас не было. Мы пользовались мастер-карты, визы. Сегодня, значит, своя платежная система создается. Я считаю, что национальная платежная система – это, ну, необходимый, как бы, институт любой крупной страны. Значит, это создается. Значит, сельское хозяйство, переработка продовольствия переживает потрясающий бум. Они счастливы просто от того, что их оградили от дешевых продуктов там, я не знаю, из Хорватии, из Италии, из Финляндии. Вот. Значит, ну, что еще, понимаете? Возникло такое, как бы, самосознание, что нельзя доверять Западу. Оно всегда существовало в российском таком ментальном дискурсе. Но это вот тот пример, который, ну, как бы, расставил все по местам. Я скажу, что я сам заблуждался, скажем, в середине 2000-х годов мы писали такие policy papers о том, что больше нет военной угрозы с Запада для России, что угрозы с юга и с других направлений. Не буду говорить, с каких. И мы ошиблись. Потому что сегодня, вот посмотрите, есть в Южной Эстонии, недалеко от города Тарту, база советской стратегической авиации, вынесенная на Запад, естественно. Когда-то ей командовал такой генерал Джохар Дудаев, который потом, ну, как бы, был лидером вот этого вооруженных выступлений против московского режима в Чечне. Сегодня, естественно, это база НАТО. Я сказал название Эмори, у него странное название, как университет в связи с Джорджио. Там базируется F-16. От базы Эмори до Дворцовой площади Санкт-Петербурга 74 секунды. Как вы думаете, начальник оперативного управления Генерального штаба Российских вооруженных сил? У него эта база Эмори постоянно на дисплее. Вот-вот что меняется. К сожалению. Вопрос о утечке от токи капитала и что делается. И, насколько я знаю, сейчас наблюдается более положительная динамика. Но, может быть, я не специалист, если бы вы могли сказать несколько слов об этом. И какие реальные меры может предпринять администрация президента для того, чтобы как-то изменить ситуацию с коррупцией? Мы видим, что происходят аресты накануне выборов, то есть какие-то происходят политические вещи. Но есть ли что-то, что идет от корней, какое-то движение, которое готовит молодежь к тому, чтобы жить не в коррумпированном мире? Занимается ли кто-нибудь этим сейчас? Вот два таких вопроса. Спасибо. На мой взгляд, этим должна заниматься церковь, если говорить о молодежи. Но я не уверен, что русская православная церковь этим занимается. Действительно, отток капитала сократился, потому что ушли так называемые горячие деньги, прежде всего, с российского фондового рынка. В основном, это деньги были международных инвесторов. Я не скажу, что сегодня инвестиции российского капитала за рубежом встречаются хорошо. Понимаете? Ну, есть несколько стран, скажем, Белоруссия, где заметны российские инвестиции. Наверное, можно сказать об Италии. Там тоже есть наши инвестиции. Но, понимаете, вот утечка капитала – это не проблема сегодня. Потому что капитал, он же как пугливый зверь. Он сразу чуть-чуть почувствовал, он убегает, потом прибегает. И вот он, конечно, раскачивает фондовый рынок внутри. И много говорилось о том, что после вот кризиса, ну вот сам subprime credits и так далее, что нужно как-то это регулировать. Ничего этого не регулируется. Но действительно, коррупция, борьба с коррупцией вышла на новый уровень. И, ну вот, в последнее время я не скажу, что это связано с выборами. Это началось уже года два тому назад. Даже губернаторы, которые обычно были неприкасаемы, они подвергаются уголовному преследованию в случае очевидных-очевидных нарушений. Но я хочу сказать, что общий климат в стране о неприятии коррупции, о том, что это большое зло, о том, что это даже инфляционные факторы, если вы хотите, в экономике. Это сегодня, на мой взгляд, отчетливо осуждено. И это очевидно. И один из примеров этому – это последние выборы в парламент, которые, на мой взгляд, прошли с минимальными нарушениями. И нарушения касались поведения, опять же, губернаторов, которые старались как можно больше своих, ну я не знаю, ставленников, единомышленников, провести в парламент, естественно, для цели регионального лоббирования. Вот сегодня ведутся расследования этих нарушений в трех областях, когда губернаторы использовали свой административный ресурс для реализации вот этой вот банальной цели. Извините, если это очень наивный вопрос, но в какой степени рост ВВП связан с ростом населения, и как обстоят дела в России в этой сфере по сравнению с теми конкурентами, которые вы назвали, значит, с Бразилией, с Мексикой? Ну, если коротко, Матвей, ответить, то плохо. А если более развернуто, то я могу сказать, что у нас сегодня мы вышли на очень слабое превышение рождаемости над смертностью. Но если вы посмотрите региональное распределение вот этого индикатора, то очевидно, что рождаемость на юге, в республиках Северного Кавказа, она гораздо выше, чем в средней полосе России. И, скажем, в таких центральных областях, как Псковская, Тверская, Рязанская, Тульская, Ярославская, по-прежнему уровень смертности выше уровня рождаемости. То есть эта тема не закрытая, и она долго будет с нами. И здесь, видимо, мы вступили в такой демографический перелом, который прошли большинство европейских стран, скажем, 15 лет тому назад. И политика, государственная политика достаточно сильная, достаточно энергичная. Заметные выплаты за второго и очень крупные выплаты за третьего ребенка. И это действует. Но это плохо работает в больших городах. Это лучше работает в провинции. Здравствуйте, меня зовут Джулия. У меня вопрос о санкциях. И вообще существуют ли такие красные линии в коллективном уме лидерства России, через которые Запад уже шел? И если да, то является ли введение санкций такой красной линии? Будет ли сказать это в английском? Есть ли какие-то красные линии в коллективном уме лидерстве, что Запад уже санкции в отношениях с Россией? И что санкции являются одной из них? Ну, понимаете, любые санкции – это уже пересечение неких красных линий. Поэтому с этой точки зрения, с точки зрения ухудшения доверия, его отсутствие, все уже сделано. Если говорить чисто об экономических санкциях, то, конечно, вот те санкции, которые были наложены на Иран, а именно я имею в виду отключение Свифта, это будет очень тяжелым событием. Но я не уверен, что прагматические интересы, прежде всего, европейцев, позволят ввести эти санкции, потому что в этом случае моментально будут прекращены поставки газа. Они просто не смогут за него платить. Они же не будут перевозить кэш с чемоданами, правильно? Поэтому вот это вот, ну, я уже не знаю, какая она – красная, бордовая, ультракрасная. Но вот это та вещь, которая осталась. А так все линии уже нарушены. Здравствуйте, Александр Александрович. Спасибо, что пришли. И если я правильно понял, две причины, которые вы назвали вмешательство России в Сирию, первой причиной была, чтобы не позволить победы ИГИЛа, как вы сказали. Мне и к среднему американцам, наверное, это противоречит тот факт, что Чечня является прямым покровительством России. И, как мы знаем, много боевиков из Чечни воевали вместе с ИГИЛ. И, с другой стороны, правительство Кадырова является в глазах многих, наверное, такой радикальной группой. Уже существует существующее правительство радикально. Поэтому многие, наверное, не примут вот эту первоначальную причину, которую вы назвали вмешательству Кремля в Сирию. Вы будете продолжать? Да, я хотел, пожалуйста, если вы хотите, пожалуйста, объясните, как. Разъясните это как бы среднеамериканцу. Я попробую. Понимаете, значит, мне кажется, вы как-то смешиваете две вещи. Идея такая, что если бы не участие российских воздушно-космических сил, которые совершали не восемь вылетов боевых в день, а шестьдесят и больше, ИГИЛ уже бы захватил Дамаск. И это было бы важным таким психологическим демонстрационным эффектом для исламистов по всему миру. От Чечни, я не знаю, до Южного Судана. Идея была этого не допустить. Не дать вот этого... Вы помните, может быть, вы слишком молоды, но когда произошла вот эта трагедия 9-11, на улицах Каира царило торжество. И в других городах, где сильны были исламисты. Вот, чтобы это не повторился, этот феномен. Конечно, очень много боевиков из Дагестана, чуть меньше из Чечни. Где-то наша Федеральная служба безопасности оценивает 4-4,5 тысячи человек. Они составляют костяк войск исламского государства. Понимаете, лучше, чтобы они были там, уничтожать их там, чем если бы они устраивали диверсионные акты, террористические акты в России. Я об этом не сказал, но это тоже присутствует как фон. Поэтому я не понимаю, почему мой этот аргумент непонятен среднему американцу. Maybe it's better if I'll explain it in English. Спасибо большое. Да, про Чечню. Ну, конечно, понимаете, режим в Грозном это не европейский режим. Мы все это знаем. Но это лучше, чем война. Понимаете, и Чечня де-факто, она была независима 2 года. Когда Ельцин заключил перемирие. И это ни к чему не привело. Они не смогли построить там государство. Чечня стала, что называется, safe heaven для уголовников, криминальных преступников всего бывшего Советского Союза, отчасти Европы. Поэтому это был просто очаг такой криминальный, а не какое-то независимое государство. И то, что Кадыров как бы установил мир, он подавил все остальные группировки там. Ну, вы знаете, вот я, не помню, я вам на прошлой лекции говорил, я как-то встречался с советником Оланда по национальной безопасности вскоре после теракта в Париже. Ну, и он так с усмешкой мне спросил, посоветуйте, где нам найти своего Кадырова. Понимаете, о чем я говорю? Спасибо.